Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка от компании Kruger Gun. И это Corsair в калибре 5,5 мм и длиной ствола 420 мм. Вот с такой вот деревянной прекрасной рукоятью. Давайте же для начала расскажу вам, что идет в комплекте. Безусловно, базовый комплект от компании Kruger Gun это, конечно же, набор уплотнителей, штуцер, барабан. Ну, то есть все, что нужно в первую очередь, скажем так. Помимо этого, конечно же, поставляется винтовка вместе с модератором, это же глушитель, для снижения, соответственно, громкости выстрела. На этом еще не все. Также съемный приклад, где, в первую очередь, хочу отметить регулируемый подсчетчик. Подняли куда нужно, зафиксировали, все, он неподвижный, стоит на той высоте, на которой нужно вам. Помимо этого, есть резиновый тыльник, который, к слову, еще и рельефный. И он, как минимум, увеличит сцепление с поверхностью плеча, а как максимум и вовсе слегка, но снизит отдачу. Давайте же мы с вами посмотрим на эту винтовку поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель российского производства от компании Kruger Gun, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Вместе с винтовкой поставляется 10-ти зарядный магазин. Стреляет же винтовка валанчиковыми полями калибром 5,5 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Как иначе? Для этого нужно воспользоваться, конечно же, затвором, который находится на правой стороне корпуса. Делается это? Ну, это не вызывает никаких проблем. Довольно-таки легко, плавно. И я могу назвать этот затвор, ну, довольно-таки уверенным. Просто, когда ты взводишь, не возникает ощущения того, что с ним сейчас что-то произойдет. Очень неплохо собран, да. После этого, само собой, все, винтовка уже может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится на левой стороне корпуса и защитит вас от случайного выстрела. Для прицельной стрельбы винтовка оснащена планкой Viver 22 мм, куда вы с легкостью, конечно же, сможете устраивать. Установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, ну, например, сделал это я. Но, увы, ах, оптика в комплекте не идет. Все верно. И вот ее нужно будет докупать отдельно. В целом, это не проблема, потому как на нашем сайте, ну, просто огромный выбор оптики. И труда не составит найти там что-то под свои задачи. На этом планки не заканчиваются. Под стволом также есть планка, куда вы сможете установить фонарик, лазерный целеуказатель. Или же даже тактическую рукоять. В PCP винтовках есть две схемы подачи воздуха от резервуара к стволу. Редукторная и прямоточная. Данная модель редукторная. Длина изделия 950 мм, из которых 420 мм. Это длина ствола. Калибр 5,5 мм. Объем ресивера 203 кубических сантиметра. Вес винтовки 2 килограмма и 350 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной вот такой вот винтовки вам не нужны абсолютно никакие дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения и прочее-прочее. Просто приходите и покупайте, но, конечно же, да вам должно быть обязательно 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. И, друзья, я хотел бы попросить, чтобы вы обязательно поставили лайк, подписались на канал, ну и написали в комментариях, как вам винтовка, ну а может быть есть какие-то вопросы. Задавайте, я с большим удовольствием на них отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok